Всем привет, уважаемые зрители! С вами канал Underworld и его ведущий Stepable. Сейчас я нахожусь в Мурманске, в одном из самых северных городов нашей страны. За даже немного застать остатки полярного дня. Бывалые мурманчане говорят, что их два времени года. Полярный день и полярная ночь. Приехал я сюда в основном не для того, чтобы посмотреть город, а именно для того, чтобы посмотреть его подземную часть. К сожалению, видео я не снимал, были на то причины. Но сейчас я немножко покажу город и слазю на несколько запланированных на сегодня объектов. Правда, пока они, скорее всего, будут не подземные, а надземные. Итак, отправляемся от нашего общежития, где я остановился. Общежитие, кстати, если кто-то соберется в Мурманск, очень недорогое, 230 рублей в сутки с человека. И общежитие это принадлежит Мурманскому морскому торговому порту. Условия, в принципе, вполне приличные. Общежитие находится очень близко от центра города. Сам Мурманск располагается на сопках. И даже переезжая по разным улицам, иногда перепады высот составляют до нескольких сотен метров. Когда едешь по трассе за городом, между сопками, на достаточно приличной скорости, то даже закладывает уши, как в самолете. Вот впереди один из районов города, который находится на склоне сопки. В 2016 году, когда я побывал в Мурманске, городу исполнилось ровно сто лет. Правда, торжества по случаю юбилея Мурманск мы не застали, поскольку дата основания города считается 4 октября 1916 года, а мы были там во второй декаде августа. На момент основания город назывался Романов на Мурманске, но после Февральской революции 1917 года получил свое современное название. Центр города в основном застроен зданиями постройки сталинского периода. Большинство из них были возведены уже после Великой Отечественной войны, поскольку во время войны большая часть города была уничтожена бомбардировками немецкой авиации. На машине передвигаться по городу очень удобно. Пробок практически нет, если не считать небольшие заторы, которые могут возникать у светофоров. Вот справа сейчас видно зеленое здание со шпилем, это Мурманский железнодорожный вокзал и привокзальная площадь. Но фактически из центра города я уже выехал. Мурманский морской торговый порт мы уже проехали. Справа находятся промышленные припортовые районы, в том числе немного позади остался Мурманский рыбный порт. Это отдельное предприятие, которое существует абсолютно самостоятельно от Мурманского морского торгового порта, от Мурманского морского пароходства. Сейчас мы проезжаем тот железнодорожный мостом, который идет как раз железнодорожная ветка в сторону вокзала и Мурманского торгового порта. Я, кстати, ошибался. Вот перед нами сейчас Мурманский морской рыбный порт. У любого города есть свое главное дело. Наше дело рыбацкое. Работаем мы в море и для моря. И я уже нахожусь в промышленных районах города. Ну а вот это вот типичные виды Мурманска вдоль припортовой промышленной зоны. В основном здесь располагаются различные предприятия. А я сейчас заеду на заправку. Кстати, что интересно по поводу цен в Мурманске, в основном цены на большинство продуктов сопоставимы с московскими или даже немного ниже московских. Цены на услуги, ну элементарные такие, как, например, автомойка. Даже ниже, чем в Москве. Я вот помыл машину за 200 рублей вчера. Вот. При том, что цены на бензин более чем на 10% выше московских. Передвигаюсь я в городе в основном по навигатору. Хотя наличие обыкновенной бумажной карты и я взял с собой ноутбук и возможность посмотреть по интернету точки своего передвижения по той же реке Моби, например, она значительно упрощает поиск места, поиск плашрутов. Куда мне нужно попасть. Что интересно, дороги в Мурманске в большинстве своем очень даже приличные. То есть вот то, что сейчас, где я еду, это называется Подгорная улица, это промзона. И, в принципе, вот, наверное, из того, что я побывал, посмотрел в Мурманске дороги, это вот один из самых наихудших вариантов, скажем так. В центре города дороги вообще практически идеальный и прилегающий к центру района. Интересно то, что в области ко всем населенным, почти ко всем населенным пунктам, которые отстоят от федеральных дорог, проложен в основном грейдер. То есть хорошо укатанная дорога, которая представляет из себя смесь щебня и песка. Но даже на легковой машине по подобной дороге можно перемещаться со скоростью где-то порядка 40-60 километров. Вот мы и добрались до первой достопримечательности Мурманской. Кольский мост строился в период с 1992 по 2004 годы. Общая длина переправы через Кольский пролив почти 2,5 километра. Протяженность пролетов моста 1619 метров. В период с 2005 по 2009 годы это был самый длинный мост за Полярным кругом до открытия моста через реку Юридизна и Малина. На заднем плане за мостом можно видеть ветряной генератор. Первое, что поразило меня, когда мы въезжали в Мурманске, это достаточно часто встречающиеся ретро-генераторы. Оказывается, этот тип источников электроэнергии весьма популярен в Мурманске и области. А еще у выезда на мост расположился масштабный недострой. Незавершенное строительство очистных сооружений канализации. На территории находятся постройки с голыми стенами, очевидно работы были остановлены еще до монтажа оборудования. Место пользуется популярностью устроить баллистов. Накануне я встретил там большую команду из самых разных регионов, даже и стулы, судя по номерам машин. Стоит отметить, что к очистным уже был подвезен магистральный канализационный коллектор, либо их строительство планировалось для очистки стоков, поступающих по этому коллектору. Сейчас это трудно установить, но факт в том, что под территорией недостроя проходит действующий коллектор, стоки из которого теперь сливаются напрямую в Кольский залив. Возвращаясь к теме достопримечательностей Мурманска, расскажу еще о нескольких местах, которые стоит посмотреть, оказавшиеся здесь. Монумент защитникам советского заполярья, который в народе ласково называют Алеша, расположен на сопке Зеленый мыс. Памятник высотой 35,5 метров, стоящий на синиметровом постаменте, видно еще и сдалека с разных сторон, при въезде в город с другого берега Кольского залива и с самого залива. Кстати, в западном подножии сопки находится скальное убежище, о котором я расскажу в следующей серии. А в Мурманском морском торговом порту можно увидеть первый в мире атомный ледокол Ленин. Обе эти достопримечательности относятся к советскому периоду. Добрая половина мурманских семей связана с морем. А уже в новейшей истории Мурманска в 2012 году был открыт памятник женщине, ждущей возвращения из моря своего возлюбленного моряка. Памятник установлен в северной части города так, чтобы он был виден сюда, входящим в Кольский залив в черте города. Ну вот сейчас я подъезжаю к выезду на Кольский мост. Попробую немножечко показать его вблизи. Через сам мост я не поеду. Вот у первой опоры есть лестница, по которой можно подняться на мост. При выезде на мост обнаружена будочка охраны, даже с Чоповцем, которого мы сейчас благополучно могли видеть. С Кольским мостом была связана и курьезная история, прошумевшая на всю страну. Являясь стратегически важным объектом, он охраняется четырьмя постами. В 2015 году в ходе проверки было обнаружено, что на одном из постов мост охраняет манекен. В конце лета сотрудники прокуратуры проводили проверку. И каково же было их удивление, когда в одной из будок нового Кольского моста вместо охранника они обнаружили пластиковый манекен. Одет он был в униформу, оранжевый жилет и черную маску с прорезями для глаз. Не мог не проехать мимо такого чуда. На противоположной стороне эта зданица, которая сейчас вы видите, являлась раньше постом ГАИ. А теперь это безобразие предлагается в аренду. Ну а я сейчас въезжаю в город Кола, который дал название Кольскому полуострову, город-спутник Мурманска и административный центр Кольского района Мурманской области. Население этого города по данным переписи 2016 года составляет 9735 человек, почти 10 тысяч. Впереди виднеется первая цель моего путешествия. Это бывшая котельная. Тоже место баянное. Но просто хочу попробовать заруфить эту трубу и немножечко оттуда поснимать местные окрестности. Интересно, что вся растительность по склону здесь вырублена. Очень красивый вид открывается с вершины сопки, на которой находится эта заброшенная котельная. Думаю, что с трубы вид будет еще более впечатляющим. В самом здании котельной очевидно делать нечего. Там уже кроме голых стен ничего не осталось. когда-то здесь находились котлы. Сейчас это совершенно унылое зрелище. Хотя игра света здесь достаточно красива. Напротив котельной как раз располагается этот ветряк. и наверху какое-то здание с массой антенн. Изнутри эта труба выглядит таким образом. Хорошо закопченные кирпичные стены. Наверх можно подняться отсюда по скобам. Но я сейчас этого делать не буду, поскольку тут очень грязно. Вот эта вот часть я так понимаю это был один из дымоходов. Можно сейчас пройти туда и посмотреть что же это такое. Здесь уходят вглубь два подземных хода. скорее всего это и были дымоходы. Попробую немного пройти по тому, у которого кирпич обвален. Идут они в сторону как раз помещения, где были котлы. Итак, попытка немного пробраться по дымоходу внутрь и посмотреть как же все это выглядело. Да, идет дымоход в сторону здания котельной, наглухо заваренный всяким всяческим мусором. А мой путь сейчас лежит сюда на самый верх. ну а вот и первая площадка. На высоте, где я поднимался адовый совершенно ветер. Интересно, сейчас ветряк остановили. А вот отсюда уже лучше видно это интересное здание с массой антенн. Там внизу небольшой населенный пункт, похожий на поселок городского типа. Это уже верхняя площадка трубы. оттенн. это остатки сигнальных огней. С верхней площадки отлично просматриваются не только окрестности котельной, но и открываются замечательные виды в сторону города Пола и Мурманска. Начал моросить небольшой дождик, а вот там находится следующая точка моего путешествия. Смотрите в следующей серии военный коллектор двойного назначения, особенности северных подземных сооружений и недостроенные добывающие предприятия, которые больше никто не увидит. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и вступайте в нашу группу ВКонтакте, где вы найдете много интересного о подземных и заброшенных объектах, о новых технологиях эксплуатирующих коммунальных организаций и любопытную историческую информацию. Ссылка в описании. Хотелось бы порекомендовать канал путешествий Frost 5. На канале вы увидите руфинг крыш города, сталк по заброшенным объектам, дик по подземельям и еще много интересного. Заходите в frost5.ru или по ссылке в описании. в субтитры в субтитры в субтитры в субтитры Продолжение следует...